Интервью Лукашенко со Скерзаде для телеканала «Россия-1», несмотря на полную постановочность, получилось в стиле рекламы гигиенических прокладок из 90-х, убого и не к месту, в смысле исполнения и замысла. Если не смотреть на календарь и ничего не знать, то можно решить, что завтра 9 августа, в Беларуси выборы и надо не забыть проголосовать за Лукашенко. Может даже возникнуть вопрос, а не припоздали ли московиты с этим кино, призванным очеловечить крестного батьку? Летом его надо было крутить, а не проталкивать Бабарику и остальных на Минский трон. Ответ очевиден – в Кремле концепция в отношении Беларуси и Лукашенко изменилась с точностью до наоборот. Оказалось, не все пошло по плану. С зимы прошлого года кремлевский оракул профессор Соловей настойчиво внушал, ссылаясь на свои источники, что с Лукашенко был разговор и его предупредили – с тобой или без тебя, но до конца года Беларусь войдет в союз с Россией по полной программе. Глядя на то, как Москва перед выборами играла против Лукашенко, нетрудно понять, что она делала ставку на шлюз Беларуси без него. С ростом протестов после 9 августа концепция Кремля стала меняться на вариант «войдет с тобой». Кремль испугался революции, которая может перечеркнуть все виды на Беларусь как с, так и без Лукашенко. Россия – странное образование, где бывшие вожди и вождики коммунизма пугают друг друга и всех революцией. Большинство россиян, которые не так давно молились на революцию, теперь боятся ее больше всего на свете. В итоге в Кремле пришли к выводу, что лучше Лукашенко не топить, его неким заменить, а сохранить и взять с него честное пионерское и провести Переяславскую Раду по-белорусски в форме референдума. В Москве по своему опыту всенародных обсуждений референдумов Третьего Рейха знают, в отличие от выборов у организаторов в автократиях, есть два дополнительных бонуса. Бонусы выборов – кто устанавливает правила их проведения и считает голоса, тот и выигрывает. Бонусы референдумов – кто формирует вопрос, трактует ответы, тот выигрывает с еще большей вероятностью, чем на выборах. Референдумы в автократиях и в странах, которые недавно были такими, более надежно дают нужной власти результат, чем выборы. Поэтому не только идейные демократы, но и просто рассудительные люди часто скептически и настороженно относятся к референдумам. Они подозревают, что элиты таким способом ими манипулируют и используют в своих целях. Особенно, когда нужный элитам ответ выносится вместе с другими вопросами, как это было на России летом 2020 года с референдумом на пеньках, где поправки в Конституцию и обнуление Путина прошло в одном пакете с любовью к предкам, брюкве и остальному. Это интуитивное или осознанное подозрение – одна из причин низкой явки на референдум по миграционным квотам Венгрии в 2016 году, организованной правительством Орбана. Явка на него была швейцарской – 44%. Именно такое и близкое число людей ходит регулярно на референдумы в Швейцарии, чем огорчают ее политический менеджмент. И тот с прискорбием констатирует – на референдумах постоянно побеждает меньшинство. В Венгрии явка на референдум предписана не меньше 50% и Орбан он не смог использовать 92% ответов «да» на нем, как хотел. Будь такой результат в Белоруссии или России, явку дорисовали бы до нужной половины, но Венгрия не Россия, другая политкультура и система, хотя автократии из нее временами несет. В Словакии в 2015 году проходил референдум по неполитическому вопросу – разрешите ли нет регистрацию браков между однополыми парами? Пришло на него только 21,4% словаков вместо необходимых 50% и он был признан несостоявшимся. Из пришедших 94,5% ответили – браком можно называть только связь между одним мужчиной и одной женщиной. Именно так был сформулирован вопрос. Некоторые могли бы задать вопрос, почему только с одной женщиной, некоторые женщины могли бы озадачиться, а почему только с одним мужчиной. Кто-то попросил бы уточнить, как часто должна совершаться связь и уточните, о какой связи вообще идет речь. Крайне низкая явка продемонстрировала, многие словаки не только заподозрили, что ими могут манипулировать, но и вторую вескую причину интуитивного и массового недоверия к референдумам. Люди мыслят логично. Если вы, политики, считаете себя умными, профессионалами, борцами за счастье народа, элитой и т.д. и на этом основании идете в депутаты, мэры, президенты, то почему спрашиваете нас, что делать и норовите это делать почаще? У людей, которые избиратели и народ, возникает вполне резонное подозрение, что люди, которые депутаты и элита, хотят их надуть и посредством референдума переложить в себя ответственность за решения, конечный результат которых не всегда очевиден сразу. Это если совсем исключить подозрения в манипуляции. Сантехник, постоянно спрашивающий у заказчика, какие прокладки ставить, или агроном, проводящий референдум, в какой день лучше сеять, или врач, предлагающий выбрать из списка понравившиеся лекарства, при том, что вы ни одно из них не пробовали, все они вызывают естественный вопрос, а вы точно сантехник, агроном, врач и т.д. Избиратель, как любой потребитель, редко в курсе всех нюансов и не всегда четко представляет конечный результат. По тем же причинам, по которым президент или депутат имеет советников по разным отраслям. Большинству избирателей, как потребителям, нужен результат в виде электричества в доме, а не подробностей о работе атомной станции, технологиях передачи энергии на расстоянии и т.д. Именно так многие избиратели смотрят на политику. Если вы профессионал или считаете себя такими, то принимайте решение и делайте так, как считаете нужным. Нам оставьте право и возможность откорректировать или совсем отменить ваши решения, если они оказались не такими хорошими и оптимальными, как вы утверждали, заодно и сменить команду мудрецов и их предлагавших. Сменить на очередных или досрочных выборах. Если команда мудрецов сменяться категорически не хочет, то мы имеем право на Майдан. Но не пытайтесь переложить на нас ответственность за решения, которые вы сами приняли и утвердили. Несите за них ответственность, по крайней мере политическую, если не уголовную. И не пытайтесь нам внушать, что это решение, святая воля народа и пересмотру не подлежит. Не надо нами манипулировать и перекладывать на нас ответственность. Это интуитивное желание не допустить перекладывания ответственности стало причиной совсем низкой явки на референдум не только в Словакии, но и в Нидерландах в 2016 году по вопросу об ассоциации Украины и ЕС. Потому что до этого ряд стран приняли в ЕС без опроса мнения народа по этому поводу. Большинство нидерландцев резонно заподозрили, что тут что-то нечисто и не пошли на референдум. Действительно, если о приеме Литвы или Польши в ЕС референдум не проводился, то почему надо проводить его об Украине? Тем более, что речь не о принятии в ЕС, а всего-то о правилах торговли между ЕС и Украиной. В результате в Нидерландах на референдум пришло 32% граждан, чем с трудом был превзойден и без того низкий барьер обязательной явки в 30%. Политменеджмент Нидерландов ранее вполне сознательно утвердил такой низкий барьер. Они уже знали по десятилетиям швейцарских референдумов, что логичной явки свыше 50% удается достичь в исключительных случаях. Народ референдумам стабильно не доверяет даже в странах с давними и устойчивыми практиками демократии. Если бы в Нидерландах в 16-м референдум проводили бы по почте, как голосование в США или по электронной почте, как это становится модным в РФ, то их спецслужбы получили бы полный список агентов Москвы и зависимых от нее людей, чем серьезно упростили себе работу и жизнь. Голосование по обеим видам почты перестает быть тайным, что в условиях автократии в России или Беларуси позволяет не только привлечь участников к ответственности, но и обеспечить явку выше 50% за счет уязвимых работников госсектора. «Попробуй уклониться от участия в референдуме и премий не будешь получать до тех пор, пока не умрут Путин и Лукашенко» Лукашенко в интервью Аскер-Заде прямо сказал, что поправки Конституции в этом году будет принимать народ, а не парламент Беларуси. Слишком это важный вопрос, чтобы доверить его депутатам. Слова «референдум», «плебисцит» или «всенародное обсуждение» он не употреблял, но пеньковым российским референдумом повеяло. Другой формы всенародного принятия Конституции нет, если исключить Вече. Но Лукашенко явно не собирается вызывать людей на площади для голосования о Конституции. Голосование о недоверии к Лукашенко на площадях, улицах и во дворах Беларуси идет перманентно и ему это явление воли народа категорически не нравится. Лукашенко не нравятся даже пенсионеры, собирающиеся в лесу под Минском, чтобы в процессе скандинавской ходьбы выразить на пеньках недоверие. По его мнению, это неправильные пенсионеры и пеньки у них тоже неправильные. С 10 августа и по 10 января у Лукашенко было ровно пять месяцев, чтобы внятно сказать в интервью «Россия-1», что ему не нравится в нынешней Конституции и что он хочет в ней изменить. Но за этот большой срок он так и не разродился какой-то конкретикой, так и продолжает ходить беременным поправками и рожать их не спешит. Существует три причины затяжной беременности Лукашенко. Во-первых, он беременный от Путина, своего друга по клубу диктаторов, что неприлично. Во-вторых, на референдум ему надо выносить не только Конституцию, но в пакете с ней и союзное государство с РФ, что тоже неприлично. Доверить парламенту проголосовать за брак с РФ нельзя, поскольку такой брак может быть расторгнут следующим парламентом. Поэтому Москва требует, чтобы брак между двумя сестрами или братьями был заключен и санкционирован для надежности народом, а не парламентом Беларуси. В Москве это важно, чтобы никакой демократический комар и носа не подточил, что с браком нечисто. В-третьих, у Лукашенко есть личный вопрос о размерах Колыма и Алиментов, которые лично он с семьей и родственниками получит от этого брака. Из-за того, что Москва настаивает на референдуме, а с Колымом и Алиментами темнит, то Лукашенко тянет с родами. В Минск для торгов по брачному контракту летали Нарышкин, Медведев и другие менее значимые сваты от Кремля. Но Лукашенко, как невеста, которая не в первый раз выходит замуж, требует внесения в контракт четких формулировок и суммы, что всегда было больным местом у московитов. Не любят они исторической ясности и четкости в своих обязательствах. Зато Лукашенко четко знает, что это его последний шанс выйти замуж и требует от них четких формул в контракте, – вплоть до возможности себе стать президентом не только союзного государства, но и РФ, если союзное государство вдруг распадется. Тем более, что место президента РФ может скоро стать вакантным. Почему бы не осчастливить сразу не только россиян, став хозяином Кремля, но и белорусов, перейдя на повышение в Москву? Нельзя сказать, что у всех башен в Кремле такая же аллергия на Лукашенко, как у белорусов. О чем шушукался с ним Медведев недавно в Минске, неизвестно. Может, что-то такое и пообещал. Но у Лукашенко нет веских причин доверять тайным обещаниям Медведева, даже если тот ссылается на Путина, как профессор Соловей на свои источники в Кремле. Это, по всей видимости, главная причина, по которой беременность Лукашенко поправками Конституции, обещает затянуться еще не на один месяц, поскольку поправка планируется лишь одна – союзное государство. Зайчиков и котиков к ней в пакет накидать не проблема. Но поскольку пока между Лукашенко и коллективным Путином нет консенсуса по союзному государству, то и нечего спешить запихивать в конституционный пакет прочих зверушек. Единственно ценное в интервью Лукашенко «Россия-1» – это его слова, что Конституция Белоруссии – настолько серьезная вещь, что доверить ее правку парламенту нельзя. Только народу. Москва жаждет пенькового референдума в Белоруссии и начала облизывать и причесывать под него Лукашенко с пиар-стороны. Москву это ни к чему не обязывает. Она в любой момент может вернуть Лукашенко в кожу крестного батьки и упыря. Для Москвы не проблема снять о Белоруссии Лукашенко как историю успеха, так и полного провала. Все зависит исключительно от настроений Кремля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова